Преодоление невзгод и тягот, вера, надежда, любовь – вот основные темы рассказов, которые выбирают для прочтения участники конкурса «Святочный рассказ». Уже в пятый раз мероприятие проходит в нашем округе. Читали рассказы в Щелковской библиотеке семейного чтения. Участников с каждым годом, конечно же, становится больше. И вот жюри очень сложно с каждым годом оценивать, потому что уровень конкурсантов действительно растет. Вот произведения в этом году тоже нас очень порадовали, потому что повторов практически не было. Это, пожалуй, самый интересный, самый долгожданный, любимый конкурс вообще в нашем округе. Традиционно конкурс проходит в нескольких номинациях. В этом году выступали не только индивидуально, но и целыми семьями. Под Новый год и на Пасху каждому под салфетки клали приготовленные подарки. Настя тебе это очень занимало и радовало. Подарки бывали разные, простые, дешевые, но вызывали большой восторг. Все гущий туман, все крепче мороз, лютый, пронизывающий холод. Некий и юный обладатель, довольно ничтожного носа, к тому же уже порядком искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака, в кость, прильнул к замочной скважине конторусь круто, желая прославить Рождество. Но при первых же звуках святочного гимна... Да пошлет вам радость Бог, пусть ничто вас не печалит. Потому что так решительно схватил линейку, что перед страхи бежал. Пробудить милосердие и сочувствие словом – это девиз конкурса. Этого с успехом удалось достичь и участникам. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.